Добрый день, друзья! Вы на канале Дача и Кухня Алекса. Я рад приветствовать всех старых зрителей, слушателей и также тех, кто недавно присоединился к моему каналу. На своем канале я в летний период тружусь в саду, ну а в осеннее и зимнее время готовлю на кухне и показываю свои знания кулинарии. Сегодня я с вами хочу поделиться очередным рецептом. Сегодня я буду готовить куриный суп с клетками. А клетки не простые, а чесночные. Очень оригинальное блюдо. Я думаю, оно вам понравится. Да, друзья, поехали! Наш суп начинаем готовить с варки бульона. Для этого у меня 5-литровая кастрюля. Наливаем примерно пол-литра кастрюли. Это где-то 2,5 литра. Добавляем в нее, вот у меня половина тушки курицы. Здесь у меня 900 грамм. Ставим на плиту, доводим до кипения, уменьшаем огонь и будем примерно варить ее 1 час на медленном огне, чтобы мясо хорошо проварилось и буквально отходило от кости. Пока варится наш бульон, чесим картофель. У меня его примерно 900 грамм. И мы его режем по вашему желанию. Можно нарезать кубиками, продольными дольками. Мне вот так, допустим, больше нравится в картофельной супе. Убираем его в сторону. Берем 200 грамм моркови. Нарезаем его в свободном варианте. Я все режу такой соломкой. Убираем ее в сторону. Теперь берем лук. 200 грамм. У меня одна огромная луковица. И также режем ее кубиками. Тоже убираем его пока в сторону. Сейчас мы с вами будем делать клетки. Для этого берем 2 яйца. Разбиваем их в чашу. Второе. Добавляем сюда пол чайной ложки соли. Берем ее просто вилочкой и перемешиваем. Желательно, чтобы наша соль растворилась. Теперь добавляем 1 столовую ложку растительного масла. И снова перемешиваем. Наша главная задача это растворить соль. Затем вливаем 60-70 миллилитров теплой кипяченой воды. Снова все перемешиваем. Так как у меня очень много бульона, у меня кастрюля будет 5-литровая. Поэтому я делаю клеток побольше. Для этого я беру 3 стакана муки. Это будет в переводе 480 граммов муки. Начинаем потихонечку замешивать тесто. Когда замешиваете тесто, смотрите по консистенции. Либо чуть-чуть добавить водички, либо наоборот добавить муки. Тут уж до грамма, конечно, не скажешь точно рецепт, сколько чего надо. Но в принципе где-то вот таким образом. Я подключаю свои спортивные мощные руки. И начинаем мы перемешивать наше тесто до конца. Ну вот, друзья, у меня получился вот такой клубочек теста. Кладем его в полиэтиленовый мешочек. И оставляем его в теплом месте минут на 30-40. Чем дольше оно полежит, тем оно будет мягче, эластичнее при раскатывании. Мы с вами сейчас поджарим лук и морковь. Для этого ставим на плиту сковороду. Включаем огонь чуть выше среднего. Наливаем 2-3 столовые ложки растительного масла. Выкладываем лук. И будем его обжаривать минутки 4. Прошло 4 минуты. И теперь мы добавляем сюда же морковь. Все перемешиваем. И будем еще жарить минуты 4-5. Все жарим на сильном огне. Так, друзья, прошли 5 минут. Все, наша поджарочка готова. Убираем ее с огня. Ставим наш бульон. И засыпаем нашу поджарку. А теперь в этот бульон добавляем и картофель. Так как бульон горячий брызгается, мы картофель будем вот так запускать шумовочкой. Добавим огня, закипятим наш бульон. И будем варить минут 10-12. Почти до полного готовности картофеля. Мы сейчас с вами должны наше тесто, приготовленное для клесок, раскатать и сделать клески. У меня вот такая есть специальная разделочная панель. Посыпаем ее мукой, чтобы наше тесто не прилипало. Я разделю, наверное, его на два куска. Так, я вот пока его так растяну. Теперь возьму и попробую с помощью скалки его раскатать. Тесто надо раскатать так, чтобы оно примерно было миллиметра два, два с половиной толщиной. Желательно нам, конечно, сделать его прямоугольным. Возьмем 4 зубчика чеснока и выдавливаем сюда чеснок. Теперь в выдаленный чеснок добавляем, вот у меня есть такой набор прованские травы. Набор здесь у нас базилик, майоран, тимьян, розмарин, чабрец и орегано. Добавляем одну чайную ложечку. Добавляем сюда одну столовую ложку растительного масла. Все тщательно перемешиваем. Половину этой смеси высыпаем на наш готовый блинчик. И аккуратно его распределяем по поверхности. Оставляем по 2-3 сантиметра с краев, чтобы нам можно было завернуть. И теперь начнем его плавненько заворачивать в маленький рулетик. Теперь наши края надо нам слепить. Берем нож, режем его примерно от 0,5 до 10 мм. Ну вот, друзья, мы с вами приготовили этот стол. Вкуснейший куриный суп с клетками. Получилось очень вкусно. Я уже попробовал. Запах из кухни обалденный. Так что вам я рекомендую, если у вас будет желание и стремление что-то сделать оригинальное на кухне. Ну и напоследок, как всегда, по традиции, у нас на дорожку небольшой анекдот. Бар. За барной стойкой сидят двое. Один кричит другому. Я спал с твоей матерью. В баре устанавливается гробовая тишина. Все патитители ждут дальнейшее развитие сюжета. Второй молчит. Первый еще громче. На весь бар. Я спал с твоей матерью. Второй поднимает голову, глядит на первого и говорит. Папа, иди домой. Ты уже пьян. Итак, друзья, на этом позитивной ноте я заканчиваю сегодняшнюю готовку. Хочу вам сказать, что начался уже дачный сезон. Мы начали ездить в сад. Поэтому на кухне вы будете меня видеть реже. Но все равно я продолжаю готовить. Я также буду готовить свободное от садовых работ время. А когда буду работать в саду, буду рассказывать о своей работе. Что я делаю. Как украшаю наш земельный участок. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Вам крепкого здоровья. Приятного аппетита. Рад был очередной встречи с вами. До новых встреч. И я продолжаю готовить.